Мы в Таллине, столице и крупнейшем городе Эстонии. Город с населением 450 тысяч жителей расположен на берегу Финского залива и является крупным портом Эстонии. Таллинн представляет собой удивительное сочетание старины и современности. Первые письменные упоминания о городе датируются 1154 годом. Исторический центр Таллина сформировался в период с 13 по 15 века в эпоху Ганзы. Старый город во многом сохранил оригинальную планировку и даже застройку. Он был окружен мощной крепостной стеной, фрагменты которой сохранились до наших дней. Исторический центр Таллина, погружающий в очаровательную атмосферу средневековья и старого Ганзейского города, включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год Старый город привлекает толпы туристов. Изначально Старый город был разделен на верхний, расположенный на холме Томпеа и нижний город. В верхнем жила знати богатые жители Таллина, в нижнем ремесленники и другой небогатый люд. Верхний город был разделен с нижним воротами. Ворота Виру – две круглые башни с красными черепичными крышами и флюгерами сверху, построенные в 1454 году в юго-восточной части крепостной стены Старого города. В настоящее время они являются узнаваемым символом города Таллина. Рынок цветов на площади перед воротами Виру является старинным местом продажи цветов в Таллине. Здесь располагаются 14 киосков на длине в 100 метров. Вируские ворота названы в честь улицы Виру, которая начинается за ними и всегда оставалась одной из центральных улиц Старого Таллина. Прежде по ней езжали в город почетные гости, которых сопровождал кортеж из членов городского магистрата, почетных горожан, представителей рыцарства. Это пышное шествие под звуки труб отправлялось к самому центру города, на Ратушную площадь. В настоящее время башни Вируских ворот можно осмотреть в любое время, а одну из них даже изнутри, поднявшись по винтовой лестнице. Бронзовая скульптура быка, сидящего на скамейке перед Гудвин Стейкхаус, Сталин. Мощная крепостная стена, проходящая вдоль всей улицы Муиревахи. Сразу за Вирускими воротами начинается пешеходная улица Виру, ведущая к сердцу старого города Ратушной площади. На старинной мощенной булыжником улице находятся не только некоторые достопримечательности и здания, являющиеся памятниками архитектуры, но и множество магазинов, ресторанов, отелей, ночных клубов и прочих заведений. Ресторан Пепи Сак, оформленный в духе Средневековья, пользуется доброй славой среди жителей и гостей города. Олдэ Ханса, в переводе Старый Союз, стилизованный под средневековый стиль ресторан, одна из достопримечательностей эстонской столицы. Здание, в котором находится ресторан, получило современный вид в 17 веке. Ресторан Олдэ Ханса был открыт в 1997 году. Интерьер и посуда были изготовлены специально для заведения. Мебель выполнена из массивного дерева, керамическая стеклянная посуда изготовлена вручную. Обслуживающий персонал одет в средневековые одеяния согласно сословию. В меню ресторана нет продуктов, появившихся в Европе после 15 века. Все блюда приготовлены по рецептам из старинных грамот. Сердцем старого города является Ратушная площадь, доминантой которой выступает здание старой ратуши, построенное в 1402-1404 годах на южной стороне площади в готическом стиле. По периметру площадь окружена старинными домами, десятками кафе и ресторанов. Это единственная полностью сохранившаяся готическая ратуша в Северной Европе, увенчанная в 1530 году знаменитым флюгером Старый Томас. Начиная с 15 века на Ратушной площади зимой устанавливается новогодняя елка, а летом – уличные кафе. Ратушная площадь является местом проведения фестивалей и концертов, праздничных мероприятий, в том числе и дней старого города. Таллиннская ратуша на сегодняшний день выполняет роль представительского здания. Здесь проводятся праздничные приемы и концерты. Средневековый трактир «Дракон-3», расположенный в старом судебном зале Таллиннской ратуши, подчует гостей наваристым бульоном из лосятины, пышными пирожками, гриль-колбасками из мяса лесных животных, пивом и вином. Аптека на Ратушной площади является старейшей непрерывно работающей аптекой в Европе. На ее логотипе прописана дата основания 1422 год, но это не совсем точно, так как из архивных записей известно, что в 1422 году она принадлежала уже третьему владельцу. Большой каменный герб династии Бурхартов, датированный 1635 годом. На нем изображен грифон с короной и розой между лилиями. Династия Бурхартов наиболее тесно связана с историей аптеки, в которой проработала более десяти поколений в течение более чем 325 лет. Первым в династии стал венгерский эмигрант Иоганн Бурхарт, который переехал из Будапешта в Таллинн в 1582 году и получил от городского совета в аренду аптеку. В массивных старинных шкафах музея выставлены инструменты, приборы, посуда и рецепты из целебных трав. Очень ценным экспонатом является потолок дальней комнаты, расписанный более 500 лет назад и дошедший до нас в первозданном виде. В средние века посетителям аптеки в лечебных целях предлагались сок мумии, порошок из мумии, смешанный с жидкостью, порошок из высушенных ежей, жаб, пчел, порошок из летучих мышей, змеиное зелье, порошок из рога единорога, земляные черви, гнезда ласточек, целебные травы и духи. Аптека в давние времена напоминала кафе, куда люди приходили также выпить бокал вина, кларет, купить марципаны, табак, бумагу, сургуч, порох, свечи. Основная часть аптеки в настоящее время находится на первом этаже и продает самые современные лекарственные средства. Помимо них здесь можно купить и медикаменты прошлых эпох. На первом этаже также действует антикварный магазин. В 1999 году на втором этаже был открыт чесночный ресторан Бальтазар. В подвале можно опробовать различные чайные смеси, собранные на собственных угодьях. Восьмигранная башня церкви Святого Духа и мини-магазин таллиннских сувениров. Популярная среди туристов старинная улица Пик, в переводе длинная улица, одна из самых длинных улиц Старого Таллина. Начинается у надворотной башни Пик-Ялг, ведет сквозь нижний город до больших морских ворот. Церковь Святого Духа, возведенная в 14 веке, является единственным сакральным сооружением, которое по сегодняшний день сохранилось свой первозданный вид. В западной части здания имеется стройная восьмигранная консольная башня в стиле Тептонского ордена. На северном фасаде здания находятся резные часы в стиле барокко, созданные в 1684 году Акерманом. Настоящим сокровищем храма являются старейший в Таллине средневековый готический резной алтарь с изображением апостола Андрея 1513 года, ренессансная кафедра 1597 года, люстра и бра в стиле Возрождения и барокко. Дом на улице Пик 18 построен в 1910 году. Архитектор Жак Розенбаум. Это самое известное здание в стиле модерн в Таллине. Два больших дракона, созданных Августом Вольцем, окружает одно большое изогнутое окно на первом этаже. Над ним две суровые египетские женщины с голыми торсами, подчеркивает вертикальность фасада. Дом гильдии Святого Канута по улице Пик 20 украшен статуями Святого Канута и Мартина Лютера. Дом Черноголовых, историческое здание на улице Пик 26, перестроено из более старого в 16 веке братством Черноголовых, который на раннем этапе был объединением иноземных купцов и судовладельцев, существовавших в Прибалтике. Первая официальная местная организация братства основана в Таллине в 1399 году, когда холостые купцы вышли из большой гильдии свободного города Таллина. В настоящее время в этом здании размещается Таллиннская филармония. Православная часовня возведена в 1909 году в сквере на развилке улиц Пик и Оливе Мяге. Этот симпатичный маленький туристический поезд выполняет 20-минутную экскурсию по улицам Старого города. Отправление поезда от ворот в Иру, стоимость билета 7 евро для взрослых и 5 евро для детей. Старого города. Отправление поезда от ворот в Иру, стоимость билета. Церковь святого Олафа или церковь Оливисте, баптистская церковь на улице Лай-50. Построена в 13 веке, содержалась скандинавскими купцами и служила их приходской церковью. Является архитектурной доминантой Старого города. На рубеже 16 века высота главной башни со шпилем достигала 150 метров и считалась самой высокой в мире. В 1625 году случился пожар. Шпиль сгорел. Церковь в нынешнем виде имеет высоту 123,7 метров. Конная мельница. Круглое здание с подвалом 1379 года. Диаметром 16 метров. Ныне культурный центр. Сохранившаяся часть башни Вульгард. Орудийная башня Толстая Маргарита со 155 бойницами. Построена в начале 16 века перед большими морскими воротами. Диаметр башни 25 метров. Высота 20 метров. В ней размещается морской музей Эстонии. Башню Грузбики возвели в 15 веке. В настоящее время используются под мастерские народных промыслов. Таллинский приход украинской греко-католической церкви Эстонии был основан по благословению киево-галецкого митрополита Владимира Стернюка в 1991 году. В 1998 году приход выкупает у эстонской лютеранской церкви часовню с прилегающей территории. В результате проведенной реновации часовня была приспособлена под здание церкви. В октябре 2000 года Таллинский приход был освящен в честь Божьей Матери Троеручицы, заступницы всех невинно обиженных. Освящение совершил его преосвященство архиепископ Любомир Гусар, владыка украинской греко-католической церкви. Башня Платы в северо-западной части Таллинской городской стены на улице Лабораториуме 29 имеет три этажа, высоту 24 метра, диаметр 9,75 метра. Видно башни Грузбеки Дальня и Эппинг Ближня снаружи городской стены. Башня подковообразной формы Койсмяя находится в западной части крепостной стены. Своё название башня получила от находящейся неподалёку от неё мастерской по плетению верёвок. Возведена в 1360 году, нынешнюю высоту получила в 1520 году. Северо-западную часть крепостной стены снаружи окружает парк с названием Башенная площадь. Башня Лёвеншеде построена в 1373 году. Высота башни 24,2 метра, толщина стен 2,3 метра. Первый и второй этажи башни перепрофилированы под керамическую мастерскую. Башня Нунна-Тагуни образует единый комплекс с позднее построенным домом. Башня Кул-Дьяла, пятиярусная, имеет подковообразную форму, внутренней частью выходящую в сторону города. Высота башни 22,5 метра. Через узкий проём в крепостной стене проходим внутрь Старого города и двигаемся вдоль крепостной стены к воротам Клоу-Остри. Башня Кул-Дьяла. Вид со стороны Старого города. В 1896 году в крепостной стене был пробит проход и построены ворота Клоу-Остри, через которые из Старого города выходит улица Сур-Клоу-Остри. Башня Сауна-Торн. В переводе «Банная башня» построена в 1371-1372 годах. Башня Нунна. В переводе «Башня Монахинь» была построена в 1310 году по указанию датского наместника Канны. Холм Тампеа сложен из огромных валунов известняковых пород. Общая высота холма 50 метров. Название Томпеа переводится с эстонского как «Соборный холм». На холме размещается верхний город или вышгород. Надвратная башня Пик-Ялг, построенная в 17 веке, размещается в нижнем конце улицы, проложенной по склону холма Томпеа, название которой переводится с эстонского как «Длинная нога». Изначально она была построена для организации прямого сообщения между портом и вышгородом. Пологая улица идеально подходила для движения всадников и гужевого транспорта. Ворота и башня находились в собственности нижнего города. Это была часть городских укреплений, которые защищали ремесленников и купцов от произвола дворян и рыцарства, проживавших в верхнем городе. Домский собор, заложенный в 1219 году датскими завоевателями, считается старейшей церковью Эстонии. Из убранства особый интерес представляют алтарь в стиле барокко и орган. 69-метровая барочная башня построена в XVIII веке. Видно школьный стадион с искусственным покрытием. Жилые кварталы Таллина и финский залив на горизонте открываются со смотровой площадки у Домского собора. Субтитры создавал DimaTorzok Баррельеф Вальдемару Пансон, эстонскому актеру, театральному режиссеру. Парламент Эстонской республики заседает в замке Таумпея, построенном в стиле экспрессионизма. Здание немецкого посольства в Таллине. Надвратная башня и ворота на улице Люхике-Ялк, короткая нога, построены в 1454 году каменщиком Хансом Котки. На Ратушной площади расположена единственная точка, так называемый нулевой километр, с которой видны пять основных шпилей Старого Таллина. Ратуша, Церковь Святого Николая, Домский собор, Церковь Святого Духа и Церковь Святого Олафа. Ратуша, Церковь Святого Олафа.